Девушки без преувеличения готовы на все В возрасте от 12 до 24 лет Страдает теми или иными нарушениями Пищевого поведения Самые тяжелые из них анорексия Официально признана психическим расстройством По наблюдениям врачей Этому заболеванию особенно подвержены подростки Почему возникает нервная анорексия Именно почему у подростков Дело в том, что подросток Очень зависим от Окружающих От мнения Каких-то значимых групп И очень важно, что он еще очень сильно Зависим от реклама Даже один педагог хорошо сказал Что воспитать Это значит воспитать устойчивость к рекламе Реклама насаждает нам Вот такие вот зачастую образы Которым подросток начинает подражать И чаще всего Это даже идет подражание целыми группами Подростковыми Это становится модным Это становится как психическая эпидемия Анорексия не блажь, не выдумка и не капризы Но многие родители до последнего Не обращают внимания на тревожные симптомы И считают это подростковой прихотью Хотя счет в юном возрасте может идти буквально на месяцы Если ребенок стал терять вес Отказываться от еды Принимать добавки для похудения Выматывать себя интенсивными тренировками У него наблюдается слабость и головокружение А настроение улучшается лишь тогда Когда стрелка на весах идет вниз Нужно сразу обращаться к специалисту Когда уже доходит до кахексии До истощения Дело в том, что тут уже начинаются Такие необратимые изменения В органах, да И в сердце, и в печени Поджелудочной Весь кишечник атрофируется Высыхает буквально И даже уже когда пытаются Кормить через зонд В психиатрической больнице Допустим, эту пациентку Они начинают уже работать очень часто То есть это уже Смертность высокая Это же надо знать Во время лечения важно не только набирать вес Но и устранять психологические проблемы Которые привели к анорексии Иначе рецидив неизбежен Анорексия требует очень длительной реабилитации То есть вот этот этап Лечения в стационаре Когда, в общем-то, даже восстанавливается вес И все, самочувствие, все Это еще не конец Надо еще года два заниматься реабилитацией Именно в подростковом возрасте Закладывается основа психического и физического здоровья Для гармоничного развития ребенка В семье должна царить атмосфера любви Взаимопонимания и уважения А родители активно участвовать в жизни подростка И стараться наполнить ее разными интересами и увлечениями По сути воспитание Это как раз и воспитание устойчивой самооценки Положительной самооценки Чтобы она не зависела от того Похожая она на фотомодель или не похожая И чтобы какая-то случайная фраза Ты толстая, да? Не становилась такой роковой травмой психической Которая потом приводила к нервной анорексии КОНЕЦ